Приветствую! С вами Сергей Рудков, психотерапевт. И сейчас мы поговорим о том, может ли человек, который хорошо, тщательно следит за модой, за стилем, за собой, за своим телом, быть хорошим специалистом. Ну, чтобы не томить, отвечу сразу, конечно, может. В большинстве своём у людей такие искажённые представления о том, что для того, чтобы хорошо, стильно выглядеть, для того, чтобы быть в хорошем физическом состоянии, требуется очень много времени, много усилий. И поэтому человек либо занимается собой, либо занимается делом. Что специалист хороший, ну, зато у него там ногти грязные, да, одет кое-как, там шмаки какие-то не начищенные, и вообще они не подходят под цвету к брюкам или к ремням. На самом деле, это миф. Очень распространённое заглуждение для того, чтобы хорошо выглядеть, и для того, чтобы хорошо себя чувствовать, так много времени не требуется. Тут вопрос в другом. Я скажу, наверное, что здесь требуется регулярная практика. Да, вот каждый день по чуть-чуть. Лучше ты каждый день по чуть-чуть делаешь, там, 15 минут упражнений, или хотя бы ходишь пешком. Это лучше поддерживает тебя, чем один раз в неделю собрался, там пошёл в этот спортзал, где в душном, в подвале без всякой вентиляции, два часа таскал штангу, ну, и вроде как большое дело сделал. И потом с гордостью, вот, я же занимаюсь собой. Точно так же мода и стиль, там, может быть, одна-две хорошие консультации со специалистом, которые показывают вообще общее направление, какие тебе цвета, какие, какая одежда куда подходит. Ну, и если, там, что-то необходимо, там, спросишь раз в полгода, там, или раз в три месяца, не знаю, да. И всё. Этого достаточно. Это не требует таких, прям, больших временных затрат. Это требует, прежде всего, внимания к себе и немножко ума. Вот так. Уделяйтесь.